После выхода крайнего обновления было добавлено три редчайших автомобиля, два из которых мы уже успели получить. Но осталась одна машина, забрать которую почти невозможно. Речь идёт про новый 911 Porsche GT3. Машина безумно редкая и получить её действительно невозможно, шанс приравнивается к нулю. Но сегодня всё поменялось. До нас дошла информация, что именно эта машина появилась на аукционе, и мы сразу же поехали проверять эту инфу. Значит, друзья, до меня дошла кое-какая интересная информация, в которую мы пока что на данный момент не верим, но так и иначе ради интереса это надо дело проверить. Значит, есть одна особенная машина, за которой мы охотимся на протяжении очень долгого времени, и ради этой машины мы потратили кучу денег и открыли огромное количество контейнеров. Но так и заполучить у нас её не получилось. Но, по слухам, сегодня эта машина была добавлена на официальный аукцион. Так что давайте проверим. Она реально есть тут, прикинь, её реально сюда добавили. То есть, опять же, ради этой тачки мы с вами открыли больше 200 контейнеров. Мы потратили огромное количество денег, и эту машину по итогу добавляют просто на аукцион, чтобы такие игроки, как мы, могли сразиться за эту тачку. И слушай, на данный момент ставкой стоит 100 миллионов рублей. А ну-ка, сколько времени осталось? Смотри, до конца торгов осталось 2,5 часа. 2,5 часа, и на данный момент ставка... Олег, дай 200 лямов! Подожди, нет, стой, подожди, подожди, подожди. То есть, ребята, опять же, речь идёт про Porsche 911 GT3. То есть, эта машина была добавлена в крайнем обновлении, и эту машину мы реально пытались выбить на протяжении очень долгого времени. Но сделать у нас, опять же, как я повторюсь, этого не получилось. Но сегодня есть уникальная возможность забрать этот автомобиль. И больше не испытывать удачи на контейнерах, не сливать миллиарды на контейнеры, а просто купить эту машину. Причём, что-то мне подсказывает, что максимальная ставка, которая может дойти, это где-то, наверное, 250-300 миллионов рублей ради этой машины. Потому что это нереальный эксклюзив, получить который действительно тяжело. Но, давай смотри так, давай смотри так. Прежде чем мы вступим в официальные торги, мы с тобой постараемся, сделаем последнюю, крайнюю попытку, попробуем выбить её из контейнера. Реально сами выбьем? Ну попробуем, прикинь, ну просто... Не-не-не-не, прикинь просто, прикинь просто, вот, ну прикинь, как звёзды зайдутся. Если мы сейчас с тобой на фоне вот всего вот этого события пойдём открывать контейнеры и выбьем её оттуда. И не будем тратить, я не знаю, я просто реально буду представить, на какая максимальная ставка может вообще в целом организоваться на этой машине. Давай угоняем её просто. Не-не-не-не, так делать мы не будем точно. Короче, я предлагаю, что мы сейчас с тобой делаем. Мы сейчас с тобой идём открывать контейнеры. Если у нас не получается, там, допустим, выбить эту машину в течение часа или до конца этих торгов, то мы с тобой просто закидываем огромную сумму ради этой машины. А там уже будем надеяться на то, что эта тачка достанется по окончанию этих торгов именно нам. Ну вот у меня пока что такой план в голове. Не знаю, насколько он рабочий, но мне кажется, что стоит лучше попробовать, чем сделать ничего. Поэтому прямо сейчас мы начинаем открывать контейнеры. И если до окончания этих торгов у нас не получается выбить эту машину, хотя, ну, мне кажется, вряд ли это вообще произойдёт, то, скорее всего, мы будем забирать эту машину с аукциона, потому что эта тачка 100% должна оказаться в моей коллекции автомобилей. Так что давайте начнём наш эксперимент. Ну то есть, Артём, смотри, что мы сейчас с тобой делаем. У нас до начала торгов 2,5 часа. За эти 2,5 часа я боюсь представить, сколько контейнеров мы сможем открыть, но у нас есть именно это время. Оф, это 50, мне кажется. Нет, за 50, 50, не-не, 50 контейнеров открывается где-то примерно за час. То есть, по сути, за 2,5... Это не за 30 секунд. Да, но если мы... Ну, я думаю, нормально, я думаю, нормально, я реально думаю, нормально. Короче, ребят, я не знаю, чем закончится этот эксперимент, но реально интересно посмотреть, получится ли у нас выбить этот Porsche из контейнеров. Прикинь, сейчас первая просто нам падает именно эта тачка. Там что-то квадратное. Это будет невероятно. Как она там... Ооо, как давно я не видел этой машины. Как давно я не видел. Вот сразу же первый контейнер и сразу нереальный слив. Но, ребят, возможно, это знак. Возможно, это знак. И контейнеры нам говорят, что делать это лучше не стоит. Но мы сказали, значит, мы делаем. И делаем это до конца. Ну что ж, давайте смотреть. Это второй контейнер двери, который откроется прямо сейчас. И я надеюсь... Ну нет, ну... Я не знаю. Шанс, шанс реально минимальный. Шанс просто настолько мизерный, что... Ну, конечно, это хорока. Но нет, я не верю в то, что сегодня это произойдет. Я просто в это не верю. Но, опять же, чудеса случаются. Так что будем стараться. Окей, летим дальше. Следующий контейнер открывается прямо сейчас. И это... О, МГЖТ. Ой-ой-ой. Нормально, но не то, что... Не то, ради чего мы сюда пришли. Ну что ж, друзья, идем дальше. Смотрим и... Ой-ой-ой, смотри, что за малышка. Ой-ой-ой, смотри, что за малышка. Кстати, давно ее тоже не видел. Но и это очередной слив классика. Я не знаю, какой это контейнер по счету. Но мне кажется, что Порш все-таки очень... О-о-о-о. Да, вот это я понимаю. Зикар, спасибо за Зикар. Спасибо за этот прекрасный автомобиль. Я не знаю, стоит ли верить вообще в успех. Но, да, судя по тому, что там падает, как будто бы контейнеры уже в какой раз намекают нам о том, что мы сегодня вряд ли что-то получим. Потому что на данный момент не было еще ни одного окупного контейнера. Что очень даже странно. Но я не знаю, ребят, верить в успех, не верить в успех. Но как будто... О-о-о-о. Первый окуп на сегодняшний день. Неплохо. Спасибо. 38 500. Вообще стоит 50, но продает за 38. В целом неплохо. Окей, летим дальше. И в этом контейнере мы с вами, наверное, что-то сливаем. О-о-о. Что там? Меня страшно. Бугатьевый Рон. Бугатьевый Рон. Ребята, два окупа подряд. Два окупа подряд. Два окупа подряд. Такое бывает редко. Так что интересно, что из этого выйдет прямо под самый конец. Слушайте, мы собрали вокруг себя огромное количество людей, как будто бы представление как... Ой, не. А только не это. Ну, а такое тоже бывает. Неплохо, слушай. Нормально. Кулин он вообще отлично. 40 лямов. Это третья машина, которую мы окупаем. Очень хорошо, кстати, пока что идем. До завершения торгов за новый 911 Porsche оставалось еще два часа. На протяжении всех этих двух часов мы продолжали открывать контейнеры в надежде заполучить этот эксклюзив. Мы открыли много, очень много, нет, очень-очень много контейнеров. Были как и сливы, так и окупы, но тот самый Porsche так и не появлялся перед нашими глазами. Руки уже опускались, надежда умирала, но вы не представляете, что произошло дальше. Как говорится, чудеса случаются. Ладно, извините меня, просто решил приколоться. Итог, этих двух часов Porsche так и не выпал. Именно поэтому мы сразу отправились на аукцион, ведь времени оставалось очень мало. Итак, друзья, спустя огромное количество попыток, спустя огромное количество проведенного времени на контейнерах, у нас так и не получилось выбить тот самый 911 Porsche. До завершения аукциона у нас остается всего лишь 5 минут. Я специально поставил себе таймер. Я чувствую, что сейчас будет последний контейнер, после которого мы сразу пойдем с вами в здание черного рынка, где все это, собственно говоря, и происходит. Но, может быть, из последнего контейнера нам сейчас реально повезет, и мы все-таки... Верить, верить в удачу! Нет, это 200, да. Это Мерседес, просто 222-й, мы его продаем, значит, и я думаю, что реально пора идти в то здание. Тем более, там скопилось очень много людей, и я буду представить, какую стоимость сейчас продается уже тот 911. Я буду представить, какую ставку на него уже сделали. Но давайте посмотрим. Слушайте, ребят, не знаю, тут очень много машин, что самое главное, дорогих машин, поэтому я делаю ставку на то, что там сумма уже по-любому стоит. Какого поляпа? Он был миллиарда, думаю. И тут ляма. Слушай, людей внутри просто жесть. Итак, давайте смотреть. Ставка на эту машину 143 миллиона, серьезно? Что так мало? 5 минут до конца торгов. 5 минут ровно до окончания. Ну что ж, а какую ставку ставить на эту машину, это, конечно, очень хороший вопрос. Мне кажется, надо ставить больше. Я не знаю почему, но мне кажется, надо сразу ставить 250, потому что ее реально могут перебить. Эта машина эксклюзив. Ее получить почти невозможно, почти нереально. И это действительно редкость, то, что она появилась на аукционе. Поэтому за нее, я уверен, на 100% будет драться до конца. Так что давайте, наверное, на данный момент ставим просто ставку 250 миллионов. Я думаю, что с вами мы все-таки сделали, наверное, именно такую ставку. 256, либо 300 зарядить. Вот сколько вот... Не, 250, 250. Ну давай, все, ребят, делаем ставку. 256 миллионов, 13 тысяч 605 рублей. Делаем ставку. Ну что ж, ставка принята. И будем смотреть, что же будет впереди. Знаешь, больше чего всего я боюсь? Если эту ставку перебьют в последний момент. А такое вполне может произойти. Толкный прикол, что вроде как нет. Я не знаю, так как это наш первый аукцион. Я пока не понимаю, как он работает до конца. Но так или иначе, надеюсь, что перебитие моей ставки в последний момент не произойдет. А такое вполне может случиться. Значит, мы просто проиграем эти торги. И вот по итогу просто уйдем отсюда ни с чем. Ну что ж, до конца остается ровно 20 секунд. Ставку пока что не перебили. Но вот я не знаю, прям внутрь вам чувствую, что это произойдет в последний момент. Я не знаю почему. Нет, нет, не надо. 10 секунд, 10 секунд, все, просто держим кулачки. Потому что я готов сделать дополнительную ставку. Я не знаю, будут ли ее перебивать. 3, 2, 1. Найс! Аукцион на лоб номер 2 закончен. Поздравляем победителя, Олег Кофи. Найс! Все, ребят, машину мы в итоге забрали. Погнали смотреть, что по итогу мы с вами получили за 256 миллионов рублей. Ну что ж, дамы и господа. Вот та самая малышка, ради которой мы отдали 256 миллионов рублей. Porsche 911 GT3. Вот именно так выглядит эта зоска. Надо взять и украсть, нет? В целом, да, могли выбить вообще ее из контейнера за 19 миллионов рублей. Но, к сожалению, мы потратили 2 часа, и у нас не получилось этого сделать. Ну а теперь давайте смотреть. Итак, вставляем ключи, знаешь, зажигание, заводим двигатель. И поехали. Слушайте, я знаю, что она не супербыстрая, на самом деле, как вообще хотелось бы. Она должна быть очень быстрой. Но, кстати, еще не помню точно, но, по-моему, на нее стейш не ставится. По-моему, он не работает. Вот, да, но при всем при этом, где-то до 400 мы сможем ее разогнать. Но тут самое главное в эксклюзивности этой автомобиля, потому что эту машину просто так ты не достанешь. Я боюсь представить, сколько таких машин на сервере, потому что, скорее всего, что тот экземпляр, который у меня, это либо единственный, либо их две на сервере. Потому что больше их точно нет. Короче, прямо сейчас мы, значит, попробуем ее затюниговать. Значит, смотри, уже 270 едем. Но я вот про это и говорю. Я думаю, что их пофиксит 100%, посидеть новые эксклюзивные. Вот сейчас мы 300 ехали, то есть, это он в токе на первом стеже. Ну, нормально. Да, и у нее очень хорошее управление. Ну, а если лимит 1 прописать и посмотреть все ее возможности, то... 250? 250, да. Ну, да. То есть, это не работает. Но, так или иначе, давайте быстренько ее перекрасим в другой цвет. Заедем сейчас до Телек-центра и сделаем из нее настоящую красоточку. Друзья, вся остальная проблема заключается в том, что мы это делаем всю ночь. Акцион закончился ровно в 12 часов. И из-за этого сейчас, скорее всего, вообще народу нигде работать не будет. Мы вообще не сможем ничего не поставить на эту машину. Ни диски, ни винилов, вообще ничего из этого, скорее всего, поставить мы не сможем. Давайте еще доедем до Латкарина. О, ты же в шиномонтажке работаешь, да? Давай диски хотя бы поменяем. Вот, все, другое дело. Я в шиномонтажке выговорить не могу. Все, сейчас поедем туда, значит. Вот это, друзья, другое дело. Вот, да. Сразу преобразилась такая красоточка-то, а? Все, смотри, я бы еще цвет поменял. Белый цвет в целом тоже смотрится окей. Но я бы поставил какой-нибудь другой. Так что присаживайся, сейчас доедем еще до СТО, поменяем цвет. И попробуем на нее поставить стейдж. Может, все-таки уже пофиксили, посмотрим. Я пока что не знаю. Но, ребят, согласитесь, машина вид имеет. Смотрится реально на все 256 миллионов рублей. И даже, возможно, дороже. Либо я просто пытаюсь как-то немного себя расслабить, чтобы мы потратили столько денег. Нет, она реально выглядит на эти деньги. Да, мы, по сути, потратили 1 четвертую миллиарда сегодня, да? Ну, то есть, это если вот прям, ну, грубо говоря, да, грубо говоря, 1 четвертая миллиарда. То есть, это, ну, это не просто деньги. Это деньжище, понимаете, да? Это просто жесть. Но, ребят, что это делать, понимаете? Вот любовь к машинам, она такая, знаете. Это дорогая очень, я бы сказал. Ну, ладно, все, доедем до СТОшки. Посмотрим, что с ней еще можно интересного сделать. И самое главное, что меня волнует больше всего. Я, опять же, говорю, я знаю, что на нее стейдж не работает. Но я надеюсь, что их уже успели пофиксить. И я надеюсь, что машина будет выдавать те характеристики, которые я бы очень сильно хотел в ней увидеть. Ну, что ж, дорогие друзья. Эта машина теперь стоит на третьем стейже. Но, как будто бы, я пока особо ощущений не вижу. Изменений не вижу. Но давайте проверим. Значит, здесь мы аккуратненько... Нет, самое крутое, что у этой тачки, это управляемость. Но, как будто бы, да. Слушай, скоростные характеристики... Ну, нужно больше скорости, она управляется, потому что, ну, по факту, медленно. Не-не, она нормально едет, но, к сожалению, вот чего-то ей все равно не хватает, да. Но, к сожалению, мы на это повлиять не можем. Мы сделали все возможное, что было в наших силах, чтобы раскачать эту машину. Осталось лишь только ее быстренько перекрасить, красоточку сделать, завернуть. И машина будет точно выглядеть на все 256 миллионов, а то и дороже. Ну, друзья, как по мне, особо изменений не произошло. Но это другой цвет. Нет, серый намного лучше. Да, вот я про это и говорю, потому что на фоне серого цвета выделяется больше черной детали. И происходит такое, прям, невероятное сочетание. Но это тоже не совсем серый, он такой серо-кремовый, я бы сказал, такой, знаете, немного бронзовый, в общем. Вот, ну, прикольно смотрится, не знаю. Я в таком не шарю, нет. Мне прям очень нравится этот цвет, в общем, я прям кайфую максимально. Эх, блин, вот работал бы еще третий стейс, и, эх, вот, был бы прям хорошо, эх, ну. Арабский чип не работает? Вот в том-то и проблема, что это тоже не работает на новых машинах, то есть на всех других это работает, но на новых тачках почему-то нет. Ну, все равно, кстати, вот реально такое ощущение складывается, вот сейчас мы будем ехать около 300, но как будто мы едем реально больше, как будто мы реально едем быстрее. Да, типа, у меня прям картинку машина. Вот, да, то есть как будто бы мы едем, ну, где-то 350, как будто бы, ну, я не знаю, это, возможно, недоработка просто какая-то, да, скорее всего, но как будто машина... Подожди, просто встанем в мою машину против твоей и посмотрим. Давай, 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 давай. Мы решили сравнить характеристики Порша на фоне Корвета, потому что реально что-то не так с этой машиной. Спасибо большое, спасибо большое. Ну, меня же не видно, что я стою здесь, конечно, я просто как муха какая-то, и все. Ну, что ж, давай посмотрим, просто сравним ради интереса, мне кажется просто, что характеристики Порша совершенно другие. И та скорость, которая выдается нам по стоку, она другая, она фейковая и настоящая. Сейчас мы это с вами проверим. Итак, готов? Три, два, один. Я еду 80, 100, но у тебя 30, не забывай. Вот у меня только сейчас 200, 220, 230, 250, 260, 270, 280. У меня 290, ну молодец, ну молодец. Я 280 еду. Ох, блин, ох, блин, ох, блин. Не, кстати, слышишь, походу реально они фейковые, все-таки походу такие есть. Как ты едешь сейчас? 200, 7, 7, 6, 7, 5. Ну да, слушай, 296, 298, 300. Ты меня даже поднать не можешь. Вот, 304, не, не, короче, я понял, да. Не, все-таки характеристики, которые выдает эта машина, эти показатели, они действительно верны. Просто почему-то, я не знаю, кажется или это самовнушение, ты думаешь, что эта машина... Ну мне кажется, самовнушение больше. Да, ты думаешь, что эту машину купил за 256 миллионов, и она должна наваливать. Но на самом деле нет, ребята. Главная ее фишка, это в ее красоте. Потому что выглядит машина на все 100 баллов. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам он понравился, поставили лайк и подписались на канал. Огромное спасибо за все, всем до скорой встречи и всем пока-пока.